Если что касается именно иностранных наблюдателей, то я могу сказать, что, во-первых, я до сих пор не разобрался, что они здесь делали и как они сюда попали. Во-вторых, они прибыли сюда вместе с представителями, со старшими офицерами стороны противника. То есть мы их рассматриваем в данном случае как людей, которые прибыли именно на стороне противника. Кроме того, в принципе, по большому счету у нас нет никаких целей в их удержании. Мы отлично разобрались, кто это и поняли, кто они такие. Повторяю, я не знаю их цели, но я понимаю, кто они такие. Но у нас возникает вопрос, если мы террористы, то мы даже с террористами хотя бы должны вестись какие-то переговоры об освобождении заложников. Я уж не говорю про то, чтобы нас признать воюющей стороной, на что украинская сторона, видимо, не пойдет никогда. Если только мы, наверное, к Киеву подойдем, может быть, тогда только они нас признают воюющей стороной. Пока же ни один украинский представитель не обратился к нам с просьбой провести переговоры, даже в отношении своих собственных пленных военнослужащих. Вот у меня сейчас сидит три офицера Альфы, украинско-киевская Альфа, элитного подразделения. Ну, я думаю, всем понятно, статус этого подразделения на Украине, он ничуть не ниже, чем статус аналогичного в России. Так вот, за все двое уже с лишним суток, что они находятся здесь, не было ни одного звонка, ни одного предложения их обменять, даже поинтересоваться их судьбой. Такое впечатление, что украинская сторона списала этих офицеров, которые выполняли боевые задания. А вот как уж выполнили другой вопрос. Списала просто из числа живых. То есть, примерно та же ситуация у нас и с военными наблюдателями. Прекрасно, я готов, как говорится, их освободить. Но для этого пусть ко мне кто-нибудь обратится пониже уровнем, чем пан Гимун, который приказал нам отпустить их без всяких условий, без всего. Хорошо, допустим, я их сейчас вывезу за город и отпущу, что дальше? Что их мне пинками гнать в сторону блокпоста следующего, украинского? Или мне надо собрать своих людей и отправить, чтобы украинские войны их задержали на блокпосту? То есть, я ожидаю хоть каких-то предложений со стороны украинской стороны. Раз ко мне здесь не появляются российские представители, с которыми я был бы сразу готов вести переговоры, то с какими-то официальными полномочиями, повторяю, а неофициальными пожеланиями отпустите их, пожалуйста. То пусть хотя бы придет та сторона, которая окружает город и скажет, пожалуйста, отпустите тех, кого мы к вам привезли в плен. Продолжение следует...